Но все. И потом она меня сейчас пригласила, у нее дочь, они православные, но мало-мало верующие. Так вот, она пригласила, чтобы мы пообщались по Библии. И вот я сейчас выставлю три часа беседы, я взял отца своего и женой. Мы пришли, беседы, у них там вопросы всякие и прочее. Вот так стараемся по силе, как это возможно, людям говорить о Христе. Макарий Александрийский, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мехо. Ищи нас с молитвами твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя. Покрой амфором любви Твоей в скорбях, печалях, тесных обстоятельствах. Ты помогала мне, спасала от позора, поношения, посравнений, отступничества и измены. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии, за род человеческий. Дивная заступница наша Дева Мария, благодарю Тебя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, что столько лет Ты защищал меня от видимых врагов и невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти из жизни и в транспорте, и всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел. И смертный час не покинь, когда душа моя будет разлучаться от тела. И на мотарцев, страшных и непонятных, проведи душу мою и введи ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Иоанн Креститель, притеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас жить. Это у нас на печке сидят они, Паля и Черная. Сегодня я их накормил мясом. И они только что поели, и вот друг друга зализывают. Такая любовь. Паля ни с кем не дружила раньше. А вот с Чернявкой бродящий с улицы взял. Странились, как родные сестры, друг друга лижут. Ни разу не подрались. А то думают догонячки играть. Сегодня 20 декабря 2020 года, понедельник. А тут у нас это дрова и прочее, они тут греются. А это железным листом закрыта плита. У нас такое есть указание. Закрой плиту. Ну вот, закрой плиту. Везде, потому что одна же кошка прыгнула, ноги обожгла. Да ладно, сразу завернулась. Вот какая любовь интересна у животных. Это она моет, ее моет. Облизывают друг друга. Поели, редко такое, даю ее мясо. Тут оказался у меня больной голубь, неизлечимый. Ну и вот. Пришлось их угостить, теребить, все утро тут подготовить. На болезнь не влияет. Вертлящика, голова заворачивается, и уже исцеления никакого нет. Вот, спину, повернулась спиной, спину лижет. А так, как черная пантера, зову ее. Ласковая такая. Залезет прямо у меня на клавиатуру. Не сгонишь. На коленях сидит постоянно. Чёрная, как ползет там, интересно. Я первый раз вижу ее так. Вот она. Она тут каждый день лазит. Надо же так. И главное, села, явно видясь, видно, что она не просто так пришла. Она слышит какой-то шорох. Да, вот там под обоями лазят мыши. То есть, как она прошла там по полке, ты бы видел, и потом как вылезла. Я видел, видел. Она каждый день туда ходит. Вот так вот, именно оттуда. Там вот, где сообщение у нас идет, появилась какая-то Ольга, неверующая, видно. Она такую галиматью там несет, но ее уже осаживают. Паститься, когда дети, да не надо, да вредно, да. Ну, видно, что совершенно человек неверующий. Ну, ладно, отхожу. Вот у меня коробку теперь пришлось принести, и заболевшие голуби. И на коробке отдыхают две моих красивых кошки. Это черная. Так называется. Это палевая пали. А та черная. А это через коробочку, видать, там тоже еще один голубь. Ну, вот она где сидят, вот они трое. А там дальше вниз пускаются обедать, а второй этаж. Вот они где, заглядывают. Ой, так бы им охота познакомиться с голубями. Нельзя это делать. Нельзя. Запах от них идет хороший. Так, пошли с той стороны. Эта с той стороны наклонилась и ищет подхода. Вот так. Выглядывает паля. Ну, никак. Где щели, все вынюхивает. Ну, коробки-то. Вообще-то она, кошка, не сразу раздерет. Вот она как. Так. Паля пошла. Опять открыли ход. В подпол. Свой дом не приходится заботиться окошком, куда им ходить. В подпол. Сколько лет вообще никакой нужды нет. Ну, и так там голуби на улице. Это я проверяю, смотрю, карпов. 22-я серия. Видишь, как любит смотреть. Паля открыли опять вход. Надо закрывать все время. Оттуда дует ветер. Вот она, щернушка пришла. Кошки едят рыбку. Паля это. Ну, давай еще. Рядом верный. Издалека он лаялся. А сейчас привык уже рядом. Вот она. Между ними меньше метра. Это у нас в избе, потому что на улице холодно. А он в доме ночевал у Сергея. Вот мы здесь сегодня позавтракали. Суббота. Вы еще делаете. Что у него там? Все нормально? Нормально. Видимо, мерзнет это какое-то место у него. Голое там. Яички это. Между ними стул теперь стоит. Перегородил. Маленько можно было убрать, но ладно. Приручили. Он понял, что трогать. Хозяева их любят, как у меня. Но когда они уже слишком близко под его носом, тогда он уже... Почему там это не закрыто волосами-то? Он не терпит уже. Видимо, оно морозило его там. Поэтому он сдрагивал. Тут надо быть с ним аккуратнее. Смотри, оно какое у него. Так у него так они и есть. Такие есть? Да. Ну, так зимой-то холодно же. Ну. И голая совершенно. Она же замерзнет у него. Ну вот, готовим. Все. Тихо-то не сгорит. Вытаскивать надо? Нет. Не надо? Нет. Она большая вот такая вот. О-о-о. Вот так. Это верно и называется. Даже близко к собаке не подходили к кошке. И он лавил. А сейчас нет, смотрят, все, привыкли. Кошки, собаки. Как смотрят внимательно. Что-то сегодня плохо поел. Половая чашки осталась. Так, разнообразие ему. Но, однако, что-то не захотел. Теперь надо дать погулять. Пока этот привязан не выпускать его. Погулять у уграгана. И сразу чашку поставить. Еще рано и утро. Семи нет. Темно на улице. А я только сейчас голубей выпускал. Вот они где. Вот он, голубь, сидит. Видать его. В решетке. В решетке. В решетке. В решетке. Попробkaa. Подпечатание. Подпечатание.